МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире ИВЕНТВ выпуск новостей. Я его ведущая Екатерина Звежкова. Добрый вечер. Как обычно, в 19.30 вместе с коллегами мы расскажем о главном в этот понедельник. И сначала коротко о некоторых темах. Против пенсионной реформы власти в Оренбурге уже в третий раз прошел митинг. На этот раз собралось порядка 1300 человек. Народ против. Очередной митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Оренбурге. Из Казахстана с налетом на личный транспорт оренбургцев. Какой ущерб причинили приезжие горожане? Выборы состоялись. В районах и городах Оренбургской области в единый день голосования избрали местных депутатов и глав. Трещины после ремонта стали уже привычным делом. Какие неполадки вновь переживает изумрудный город и площадка на улице Липовой? Родила и выбросила в мусор. В Орске произошло преступление, шокирующее своей жестокостью. Сегодня утром в мусорном баке возле многоэтажек была найдена коробка. В ней лежал труп новорожденного мальчика, сообщает следственный комитет. Страшная находка в мусорных баках по улице Перегонной. Тело малыша было завернуто в полиэтилен и помещено в обычную коробку. Следователи установили, что сегодня ночью жительница одного из домов поблизости родила сына и лишила его жизни. Сейчас женщину поместили в больницу на лечении после домашних родов. Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мальчика. Действуют они согласно статье 106 убийства матерью новорожденного ребенка. Только после выяснения обстоятельств и необходимых экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Изменений не избежать, но власть должна знать, что мы против. В минувшую субботу в центре города на площади Атриума прошел согласованный митинг, организованный партией КПРФ. На акцию протеста против повышения пенсионного возраста пришли, по подсчетам организаторов, порядка 1200 человек. Это уже третий пикет против пенсионной реформы. Стоит отметить, что позиция людей изменилась. Если раньше они требовали распуска правительства, то в этот раз уже настаивали на отставке главы государства. В Оренбурге акция против повышения пенсионного возраста, как и планировалось, прошла по мирному сценарию. Митинг под названием «Против грабежа народа» был согласован с мэрией. На входе рамки металлоискателей – полицейские. К часу дня народ стал подходить на площадь Атриум. Многие оренбуржцы были подготовленными, в руках держали самодельные плакаты и транспаранты. С трибуны выступали представители парламентской оппозиции. Уважаемый президент, вы можете остановить эту реформу? Вы можете выступить на стороне простого народа, а не олигарха? Вы можете опустать аппетиты наших миллиардеров? Если не можете, уходите в отставку. Нет людоедской пенсионной реформе! Митинг, организованный коммунистами, хоть и слабо, но поддержали и другие партии. Правда, без особой символики. Несколько человек от «Яблока» – представители от ЛДПР, а также отдельные депутаты законодательного собрания. Правительство, Государственную думу в отставку! Если они пойдут на принятие закона, надо выходить на всероссийскую стачку протеста и не уходить! Палатки ставить и не уходить! Площадь Атриума постепенно заполнилась полностью. Периодически из толпы выкрикивались разные возгласы и призывы. Люди поддерживали спикеров у микрофона. Капиталистический режим, слежой его не проймешь. Вы уже это увидели. Вы увидели, на чьей стороне оказался Путин, наш президент. Он и был там, согласен. Ну, я говорю о тех людях, которые питали какую-то иллюзию, что он вдруг прозреет наш барин, скажет, увидит, что народу очень плохо. Но, к сожалению, это не произошло. По сути, этот митинг отличался от предыдущих тем, что позиция организаторов, да и самих людей после прямого обращения президента изменилась. И если раньше в пенсионной реформе они винили правительство, то теперь требуют отставки президента. Правильно сказал вот сейчас выступающий, что это бред. Они думают, они сидят там в Госдуме и думают, что народ дурак. Дураки, на самом деле. Но народ реально не дурак. Они понимают, если бы не понимали, никто бы не выходил. А люди выходят. В конце концов, люди просыпаются. Корабеж обычный. Как же? Повышение пенсионного возраста. А где нам молодежи работать после этого всего? Люди предпенсионного возраста, которые даже будут уйти, просто будут занимать мое место, допустим. Я беспокоюсь о своих детях, потому что я буду работать, и моим детям будет тяжело. С внуками некому сидеть. И я не увижу ни внуков, ни кого. Потому что буду работать. И моим детям потом некуда пойти работать. Потому что я буду старой сидеть и места занимать. Люди и так не доживают, но это смешно ее поднимать. То, что говорят, денег нет, ну это бред. Я поездил по России, я был в Магадане, я прекрасно знаю, сколько в стране всего. Мнения людей разделились. Кто-то считает, что акции протеста не смогут изменить ситуацию. Другие верят в светлое будущее. Но те и другие отмечают, важно показать свою личную решительность. Каждый говорит, ну если я не приду, ничего не изменится. Но если так скажет каждый, не придет никто. Реально так и получилось. Все поехали на дачи. А завтра получается, ну у нас стащили с кармана деньги. Сейчас стащили, завтра стащат. Есть хорошая идея. Если каждый из нас сагитирует двух человек, а те сагитируют еще двух, по закону геометрической прогрессии, к следующим выборам мы свалим эту власть. Законным путем. Протестующие признают, мощного протеста не получилось. Хотя организаторы говорят, больше народу и не ждали. В целом акцию назвали удачной. В прошлый раз пришло около полутора тысяч. Сейчас пришло около тысячу двухсот, тысячу трехсот лет человек. Но тут вопрос очень простой. Сейчас все-таки очень много детей учится уже. У людей есть дачи, как мы знаем. Поэтому я считаю, что данная численность очень показательна для города Оренбурга, где выходит на стандартный митинг 250-300 человек. Коммунисты, организовавшие акцию, заявили, что следующий митинг проведут 22 сентября, когда Госдума снова будет рассматривать законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. Неразрешенный, но состоявшийся на следующий день после согласованного митинга коммунистов. На улицу вышли сторонники Навального. Им городская администрация протестную акцию не согласовала. Тем не менее, на это несанкционированное шествие против повышения пенсионного возраста вышло несколько сотен человек. Вместе с протестующими от площади Ленина до Дома Советов прошли Мария Фирсова и Никита Плотников. «Люди Россия! Партия журналистов и народ!» В руках тех, кто пришел на митинг фотографии оренбургских чиновников и депутатов от «Единой России», которые поддержали пенсионную реформу. Плакаты с призывами о смене власти. Людей не испугал и не остановил тот факт, что митинг несанкционированный. Своё «нет» в пенсионной реформе вышли сказать и уже ставшие пенсионерами, и совсем молодые люди. «Люди, до того тяжело, что уже пугаться уже бессмысленно. Дальше будем, только бедность нас ждет. Чего пугаться-то?» «Мне 43 года. Я боюсь, что до пенсии я не доживу. При наших зарплатах это просто невозможно». «Я против пенсионной реформы. Я хочу, чтобы увеличивали возраст. Хочу, чтобы создавали рабочие места для молодежи. Нам некому будет, даже если мы будем уходить в 70 лет, нас уже некому будет обеспечивать, если не будет работать молодежь». «Во время шествия от сквера имени Ленина и до площади Атриум люди скандировали довольно провокационные слоганы. Но полиция вела себя сдержанно и не вмешивалась в происходящее. Если в других городах прошла волна задержаний, то в Оренбурге единственное, что сделали полицейские, это предупредили, что на площади Атриум проходит праздник, и митинг может помешать. Больше за все 50 минут шествия никаких действий со стороны полиции не было». «Спасибо! Позор!» «В шествии приняли участие порядка 200 человек, что, по мнению организаторов, уже повод считать митинг взрослым. Завершилось шествие возле Дома Советов, где организатор Наталья Трубачева поблагодарила всех, кто пришел и предупредила людей, чтобы они обращались за помощью, если к ним после участия в несанкционированной акции возникнут вопросы со стороны правоохранительных органов». «Митингующие дошли до Атриума, и несмотря на то, что собираться там теперь запрещено, а Юрий Берг 4 сентября своим распоряжением исключил эту площадь из перечня разрешенных для несанкционированных митингов и пикетов. Теперь в Оренбурге осталось только два места для проведения несогласованных с мэрией областным правительством мероприятий до 100 человек». «И если митинги в Оренбурге прошли относительно спокойно, то в других городах все закончилось ударами дубинками, скручиванием и заталкиванием в автозаке. И самое главное, среди задержанных были дети. В Санкт-Петербурге полицейский задержал мальчика, на вид которому около 10 лет. В Екатеринбурге собравшихся митингующих ОМОН взял в кольцо. В Твери бойцы задержали мужчину, при этом совершенно не обращая внимания, что его маленький ребенок остался один. Вот кадры митингов, которые прошли 9 сентября в российских городах». «Люди мирные, безоружные, но их хватает, будто они последние бандиты». «16 лет человеку, его арестовали, непонятно, обчистили». «Преступник». «А что? А что?» «Маму, как это, куда?» «Стоял в одиночном пикете, у меня вот подошел Денисов, прапорщик, и арестовал незаконно». «Видите, сейчас на наших глазах с молодым человеком пытаются справиться сразу трое бойцов». «Ну и вот, прямо, да, за моей спиной было задержание». «И вот еще, вот молодого, юного, совсем мальчика, его задерживают». «Вот, смотрите». «Это женщина!» «Пожор! Пожор! 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 Пожор!» «В списке городов, где задерживали людей, на первом месте стоит Санкт-Петербург. Следом идут Екатеринбург, Краснодар, Орел, Курган и Владивосток. Всего больше тысячи человек. Власти свои действия объясняют просто – это несанкционированные мероприятия, и они обязаны действовать. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман вышел поддержать акцию против повышения пенсионного возраста. Его тоже отводили в автобус. Сегодня во время интервью по телефону такое противостояние людей власти он назвал несвойственным для Екатеринбурга и отметил, что серьезный накал ненависти с двух сторон бесследно не пройдет. «Такое поведение – это слабость власти и слабость режима, и страх режима. Молодых очень много было. Перед молодыми неловко, потому что они выходят на эти митинги за старших. Понятно, что на согласование документы подавали представители штаба Навального, но это митинг не навальновский, это просто митинг против пенсионной реформы. «Такое поведение именно руководства полицейского неадекватно, потому что взять вот так, перекрывать, оцеплять город, загонять людей в оцепление, разгонять, не пускать, ну, это диковато для Екатеринбурга, это диковато, тем более, совершенно точно, это вещи, которые не рассасывают. Ну, тем более, у нас достаточно исторических параллелей, это идет нагнетание, накаляется градус противостояния. Люди, я видел просто вот эту явную ненависть к Росгвардии, ненависть к ОМОНу, я видел встречную ненависть, но я увидел у многих, там и в Росгвардии, и в ОМОНе, я увидел у многих, что им неохота в этом участвовать». То, что в Оренбург миновали задержания, как на согласованном митинге, так и на неразрешенной акции – хороший показатель, считают оренбургские журналисты, которые воочию наблюдали акции в выходные. Но общий тренд по стране вряд ли добавит бонусов власти. «Я вчера на улице Советской до начала акции не видела ни одного автозака, я не видела даже каких-то полицейских уазиков, были, мне кажется, даже представители, может быть, какого-то офицерского состава, потому что были в рубашках, в брюках, как положено. Единственное, что они делали, они в громкоговоритель просили людей прекратить эту акцию и разойтись, и напоминали об ответственности. Поэтому, мне кажется, здесь важно отметить, конечно, позитивную сторону в работе оренбургской полиции. Прямо молодцы». «Конечно, активность 8-го числа, официально согласованная, загасила то, что могло быть 9-го. Но, с другой стороны, мы видим более многочисленные активности 8-го числа. Но это был другой возраст совершенно. Это 40-45+. Понятно, почему. По принадлежности к партии, по сочувствующим, наверное, тоже. И я не могу сказать, что у навальнымцев, наверное, сторонников были так уж прям совсем молодняк. Были, наверное, и сквозные участники, которые поучаствовали там и там. Но, действительно, есть ощущение, что как-то и по реакции он не даже в чем-то прошло 8-е число, при том, что это там коммунисты, либерал-демократы проводили. Вроде как от молодежи ждешь каких-то подвохов. «Посыл, который отличает вот эти жесткие задержания от задержаний на прошлых акциях, в том, что люди, которые выходят на пенсию в 45, они фактически боролись с теми, кто не хочет выходить на пенсию в 65. Протест немножко за другую категорию прав. И то, что полицейские, которые имеют преимущество в возрасте выхода на пенсию, вот так себя вели с молодыми людьми, с пожилыми людьми, которые боролись за свое право сохранить нынешний возраст выхода на пенсию, я думаю, что это, конечно, негативно сказывается на доверии людей, на отношении людей к полиции в целом». Это еще не все. Впереди много интересных новостей. А пока небольшая рекламная пауза. Будьте с нами. Мы снова в эфире. Продолжим знакомить вас с новостями этого дня. Из Казахстана с налетом на личный транспорт оренбуржцев. Какой ущерб причинили приезжие горожане. Выборы состоялись. В районах и городах Оренбургской области в единый день голосования избрали местных депутатов и глав. Трещины после ремонта стали уже привычным делом. Какие неполадки вновь переживает изумрудный город и площадка на улице Липовой. Какие темы сегодня беспокоят оренбуржцев, а также информация о находках, как всегда, все подробности в рубрике дежурных и респондентов. Снова не вздохнуть. Оренбуржцы опять жалуются на сильный запах сероводорода. За последние сутки в муниципальную приемную поступило порядка 15 обращений от жителей промышленного и центрального районов. Звонки были также от оренбуржцев из степного поселка и в предыдущие дни. Как нам сказали в экологической лаборатории Оренбургской области, превышения ПДК были зафиксированы в ночь субботы на воскресенье. Все цифры передали в Министерство природных ресурсов области. Однако специалисты ведомства, куда мы направили официальный запрос, в течение дня так и не назвали, во сколько раз была превышена предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе. Из неофициальных источников известно лишь, что за последние дни высокое содержание сероводорода было зафиксировано в районе завода РТИ. Напомним, проблема с выбросами сероводорода в Оренбурге остров стала в августе. Превышение ПДК достигали 25 раз. Тогда выяснилось, что их источник – очистные сооружения Оренбург-Водоканала. Правительство региона поручило предприятию устранить нарушения. Сегодня в Оренбург-Водоканале нас заверили, что к нынешним выбросам не имеют отношения. Добавим, расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту загрязнения атмосферного воздуха в августе, продолжается. Назначены экспертизы, сообщили в региональном ОМВД. Ответы на запрос о превышении ПДК от Министерства природных ресурсов, а также от Росприроднадзора, мы ждем в ближайшее время. Почти два десятка потерпевших получили надежду на возмещение причиненного вреда. Сегодня Центральный район и суд Оренбурга приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению двух приезжих из Казахстана в автокрабежах. С первого заседания суда Александр Криволапов. Припарковался в людном месте на несколько минут, а вернулся, стекло в машине разбито, денег и документов нет. Такую историю рассказывают 19 потерпевших. Приятели вскрывали пригнувшуюся им машину, буквально под носом у полиции. Возле ГАИ пошел узнать, какие документы надо было собирать. Вышел буквально 10-15 минут. Сел в машину, глянусь, гляжу, что-то светло, потому что у меня задница какой-то нервная была. Посмотрел, стекло разбито. Ущерб в районе где-то 60 тысяч. Барсетку, была у меня там пенсия лежала. Воровали гастролеры и под окнами губернатора. Майским днем пробулка с ребенком Дмитрию испортила неприятная новость. На улице Володарского возле парка Дома Советов припарковали автомобиль, пошли с ребенком погулять. Через полчаса вернулись, стекло разбито, сумок нет. Ущерб составил порядка 25 тысяч рублей и за разбитое стекло с ремонтом около 10 тысяч рублей. А вот и обидчики оренбургских автолюбителей. Молодые люди в возрасте 22 и 32 лет приехали из Казахстанского в Октябрьске. Преступная карьера заграничного дуэта закончилась 2 июня. Именно тогда парни попали в следственный изолятор. Оба подсудимых вину признали. В надежде на более мягкое наказание пошли на сделку со следствием и согласились на рассмотрение дела в особом порядке. Мать одного из подсудимых, чтобы загладить вину сына, заняла денег, а адвокат раздает потерпевшим по 5 тысяч рублей. Не исключено, что этот факт суд учтет, как смягчающее обстоятельство. Однако в деле 19 официальных потерпевших и каждый свой ущерб оценит в разы выше. Заседание, не успев начаться, прервалось. И все по вине всех тех же потерпевших. Не все прибыли на заседание и не от всех получены нужные документы. Очередное заседание назначено 24 сентября. Площадки новые, проблемы, видимо, неразрешимые. На протяжении всего лета наши журналисты выезжают на детские площадки, построенные в рамках проекта «Комфортная городская среда» в прошлом году. Десятки миллионов рублей были потрачены на благоустройство. При этом площадка «Изумрудный город» на новый прославилась своим сверхпрочным полимерным покрытием, в котором все лето зияют дыры. На липовой тоже поломки, но уже в ограждении хоккейной коробки. Чиновники и кураторы проекта от «Единой России» каждый раз обещают скорый ремонт, но почему-то он всегда заканчивается одинаково. Три сюжета снимала только наша телекомпания на площадке «Изумрудный город». В начале лета дыры в покрытии беспокоили родителей малышей. Тогда пообещали ремонт. Возможно, его и сделали. Но уже в июле все полимерное покрытие сняли полностью, заявив, что все укрепят, да так, что будет служить надежно, и опасности для детей не будет. С момента установки обновленного и укрепленного покрытия не прошло и месяца. Надо желать лучшего, конечно. Сделано плохо. Только сейчас вот мальчик ехал, я его вытаскивал сюда. Вылетают эти саморезы. Вот, смотрите, можно пораниться, пожалуйста. Три месяца назад куратор от проекта «Единой России» и депутат законодательного собрания Дамир Фахрудинов заверял нас, выводы непременно сделают. И если покрытие не выдерживает детских игр, его заменят более надежным. Если кто-то в чем-то ошибся при выборе процесса вначале, то нужно сдвечь уроки и не допустить подобное изготовление в будущем. С Дамиром Фахрудином связались мы и сегодня. Вновь пообещал быстро сделать ремонт. Говорит, жители признаются, что сами ломают покрытие. Правда, про заявление в полицию, например, не упомянул. Начальник УЖКХ Оренбурга Татьяна Малышева по телефону сказала, что вчера на площадке не была. Ответить готова только на официальный запрос. А это уже площадка на улице Липовой. В целом на ней все в порядке, но вот с хоккейной коробкой сразу не задалось. Ворота шатаются, рядом торчат штыри. Пластиковое ограждение пробито с весны. Правда, Татьяна Малышева сказала, что ремонтировали его на прошлой неделе. На остальные вопросы начальнику УЖКХ города готова ответить только после официального запроса. Запрос в УЖКХ мы направили, ждем ответы вместе с жителями. Мы надеемся на кардинальное решение этих проблем. Люди уже возмущены бесконечным ремонтом новых, недешевых площадок. Об аварии, произошедшей на проспекте Победы, а также пожаре на автозаправочной станции и не только. Далее рубрика «Ориентировка» продолжит новости. Не пережила последствий пожара. Накануне в селе Алексеев Каташлинского района горела местная АЗС. Огонь вспыхнул в операторной. 41-летняя за складом нефтебазы получила ожоги. 80% поверхности тела врачи вели борьбу за ее жизнь, но тщетно женщина умерла в больнице. Сон за рулем для 24-летнего водителя Ауди закончился на больничной койке. В утренний час на проспекте Победы, в остановке монтажников, молодой человек не справился с управлением. Машина на скорости вынесла на противоположную обочину. Остановиться уснувшему шоферу помог фонарный столб. Машина передней своей частью буквально обняла световую опору. Медики больницы Мия Пирогова констатировали пострадавшего ушибленной раны головы и внутренних органов. Две тысячи квадратов конопли в Бузулупском районе полицейские уничтожили 17 плантаций наркосодержащего растения. В одном случае выяснилось, что дурман-трава была специально посеяна местными жителями. Сотрудниками полиции были задержаны 6 лиц в связи с совершением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Возбуждено 4 уголовных дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации о хранении наркотических средств. И два уголовных дела по статье 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт наркотических средств». Из веселящей травы зельце приготовили более 30 граммов марихуаны и гашишного масла. Все это было изъято полицейскими и будет использовано в качестве доказательств по уголовному делу. Нанес себе удар ножом сам. Это промежуточные итоги экспертизы, которые провели правоохранители по факту ДТП на улице Илекской. Еще ряд исследований не завершены и потребуется примерно месяц, рассказали в полиции. Трагедия на улице Илекской произошла 18 августа. Водитель отечественной легковушки сбил 11-летнюю девочку. Подросток в этот момент перекатывал велосипед через дорогу. Рядом с ней шел дедушка. Как рассказывали после аварии очевидцы, удар был очень сильным. Водитель сбил ребенка на перекрестке и остановился через 50 метров. Девочка от полученных травм скончалась. А водителя в восстановившейся машине нашли с ножом в груди. Довольно длительное время не было ясности, удар ножом в грудь он нанес сам себе после совершенного ДТП или уже ехал с этой травмой. Сегодня правоохранители сообщили, что результаты экспертизы показали. Холодное оружие себе в грудь водитель воткнул сам после аварии. Стоит сказать, что территорию возле остановки по улице Илекской местные жители давно называют небезопасной. Отмечали, что сбивали людей несколько раз. До сих пор нет четкого понимания, почему здесь нет пешеходного перехода. До ближайших нужно идти 300 метров в одну сторону и 500 метров в другую. Управление по безопасности дорожного движения рассказали, что из ГИБДД к ним еще не поступал документ с признанием этого участка аварийным. Поэтому работ по установке пешеходного перехода администрация не планирует. Выборы состоялись. Накануне по всей России прошел единый день голосования. В Оренбургской области 9 сентября завершилась 51 избирательная кампания в 21 регионе и двух городах. Жители выбрали чуть менее 300 депутатов и одного главу муниципального образования. Эти выборы коснулись лишь 7% населения региона, подсчитали в облазберкоме. 31% из них пришли в воскресенье на свои участки и проголосовали. Меньше всего активны были жители Новоорского района. Что касается результатов, порядка 80% мест в Советах заняли представители Единой России. Главой Южноуральского сельсовета Оренбургского района стал тоже единорос Владислав Коростелев. КПРФ, ЛДПР и самого движенцы распределили между собой оставшиеся 20% голосов. Справедливая Россия участие в этих кампаниях не принимала. Единый день голосования в области прошел в соответствии с действующим законодательством. Выборы в Оренбурге, признанные состоявшимися и действительными, отрапортовали в Оренбургской областной избирательной комиссии. Тем временем в четырех регионах России выбрать губернаторов с первой попытки не удалось. Второй тур будет проводиться в Приморском, Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии. Как оценивают некоторые эксперты, эти тихие и неконкурентные выборы оказались проблемными для российских властей. Как пишет BBC, Единая Россия теряет большинство в региональных парламентах. Второй тур губернаторских выборов пройдет впервые за много лет и связывают это эксперты с недавним решением о повышении пенсионного возраста. Новости нашего городка. Сайт городской администрации пополнился интересными новостями. Отпраздновав юбилей Оренбурга, руководство города пылко поздравляет коллег из Ульяновска и Астрахани. Исполняющий обязанности городоначальник, но везде так и значащийся первым заместителем главы Сергей Николаев вместе со спикером городского сайта Ольги Березневой поздравляет ульяновцев с 370-й годовщины города. Отмечает, что за это время город на Волге стал культурным центром настоящей авиационной столицы. Накопленный опыт помог городу стать самодостаточным и иметь все необходимое для достойной и комфортной жизни. Поздравили оренбургские городоначальники астраханцев с 460-й годовщиной. С каждым годом город прирастает новыми зданиями, открываются предприятия, строятся школы, детские сады, прокладываются магистрали. Это лучшее свидетельство того, что несмотря на столь солидный возраст, астрахань молода душой, у нее огромное будущее, говорится в поздравлении. Весьма необычная традиция появилась у городской администрации поздравлять коллег не по протоколу официально, а на своем портале не так давно. Раньше подобных поздравлений на сайте не было. Остается только надеяться, что кто-то из руководства или жителей Ульяновска или Астрахани все-таки обратят внимание на это поздравление. К слову, почему-то оренбургские городоначальники обделили своим вниманием столицу, которая в минувшие выходные отпраздновала 871-ю годовщину. Сохранить, восстановить и приумножить. По таким девизам в Оренбурге открылся Международный степной форум. Одним из ярких моментов мероприятия стала выставка фотокартин Русского географического общества. Более 70 удачных снимков, собранных экспедициями за долгие годы. Автор работ ученый Александр Чебелев скромно признается. Мне принадлежит выбор этого кадра. А все то, что здесь сотворило, это сделан творец главный природы. Горные выси, где-то равнины, все ландшафты равны, мы исходим из этого. И все достойны сохранения. И вот мой сегодняшний доклад назывался «Сохранить, что осталось, осталось очень мало». И вернуть, что возможно. А возможно вернуть, например, дикую лошадь, что мы сделали. Вернуть степные, ковыльные степи. В объектив вице-президента Русского географического общества Александра Чебелева попали степи, горы, пустыны, пейзажи, буйволы, верблюда, лошади Пржевальского и другие удивительные кадры. Оренбургцы в течение трех недель смогут любоваться красотами степного края. Почему оренбургцам сложно проехать по некоторым дорогам города? Автомобилисты пытаются найти виновных в своих бедах. И немного информации о находках. Все подробности в рубрике «Дежурный корреспондент». Нужен знак «Стопси». Это автомобилисты, которые едут утром в час пик по улице Монтажников. Дело все в том, что при повороте на проспект Победы часто затруднено движение. Водители выезжают на середину перекрестка и создают затор. Там нет четкой линии, где автомобили должны останавливаться. В итоге тем, кому надо повернуть, невозможно это сделать. Мы обратились в управление по организации дорожного движения. Начальник Сергей Прошин сказал, что дополнительный знак «Стоп» ставят только в случае, если есть пешеходный переход. А там его нет. А всем участникам он напомнил, что они обязательно должны останавливаться перед светофором, если уже есть тем более затор. Кстати, за это предусмотрен штраф. Лето прошло, а ямы по-прежнему красуются на дорогах. Водитель Юрий Сергеевич частенько ездит по мосту по улице Юркина. Говорит, что асфальт нуждается в ремонте, покрытие разбито. Кроме того, с выезда с улицы Львовской на переулок Станочный также есть большая яма, влетев в которую можно остаться и вовсе без колеса. Мы обратились к заместителю начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства. Олег Жерельев сказал, что в этом году работы на данном участке не предусмотрены, деньги не заложены в бюджет. Автомобилистам придется терпеть. А что касается второго вопроса, то на место выйдут специалисты и по возможности залатают выбойну. И немного информации о находках. Диана нашла водительское удостоверение в районе проспекта Победы на имя Нуридинова Аскара. Девушка готова вернуть права владельцу и ждет его звонка. Контакты Дианы есть у нас в редакции. Делитесь и вы своими новостями и наблюдениями. Если вам нужна помощь журналистов, звоните, телефон вы видите на экране. Посмотреть наши выпуски можно в интернете, в ютубе, на сайте Оренды и в соцсетях. В телеэфире увидимся теперь в 23 часа. Хорошего вам настроения на этот вечер.